Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня буду готовить русское старинное блюдо, которое называется скоблянка. А называется оно так, потому что готовится из замороженного мяса. Мясо нарезается так тонко, такой тонкой стружкой, его надо не нарезать даже, а соскабливать. В связи с этим это блюдо и получило такое название скоблянка. Мы не нарезаем мясо, а как бы его соскабливаем. Итак, если вам интересно, как оно будет готовиться, оставайтесь со мной, будем готовить его вместе. Что же нам для этого блюда понадобится? Мясо 200 грамм, это может быть одного вида мяса, там свинина или говядина. А может быть двух видов свинина, говядина, свинина, курица, курица, говядина. Какое мясо у вас найдется под рукой? 100-150 грамм грибов, картофеля 3-4 средних, 1 луковица, сливок 100 грамм, соль. Любая зелень, перец и масло растительное. Приступаем! Грибы нарезаем тоненькими слайсами. Лук нарезаем соломкой. Картошку чистим и нарезаем так, как вам нравится. Я буду нарезать кубиками. Подошла очередь нарезать мясо. Мясо у меня было очень сильно замороженное. Я его за час до приготовления достала и оно слегка оттаяло, но не до конца. И теперь будем нарезать его тоненькой стружечкой. У меня свинина и грудка куриная. Вот так, как чипсы. В разогретую сковородку наливаем растительное масло и первым обжариваем мясо. Немного соли. Немного перца. Мясо пожарилось, убираем его со сковородки. В этой же сковородке обжариваем лук. До легкого золотистого цвета. В скулку добавляем грибы. И снова немного соли. Немного перца. Отправляем грибы к мясу. И теперь очередь пришла к картофелю. Выкладываем грибы и мясо к картофелю. Добавляем сливки. И тушим на медленном огне еще минут 10. Ну что ж, скоблянка готова. Можно накладывать и подавать к столу. Немного зелени. А также в старину вместе с зеленью добавляем еще ягоды брусники или клюквы. Но я думаю, что и без клюквы и брусники это блюдо очень вкусное. Надеюсь, что оно и вам понравится. Ну а я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Всем до свидания и до скорой встречи.